Поговорим о сервисе, который создают игры. Называется он e-training, тоже наверняка вам знакомо, я о нем рассказывала. Если вы были на каких-то моих вебинарах, то наверняка о нем слышали. Этот сервис, сразу скажу, он не адаптирован на смартфонах. То есть, если вы со смартфона будете ссылку открывать, она будет у вас, ну, либо не откроется, либо там проблемы будут с показом. Это сервис для больших экранов, что называется, для компьютера, для интерактивной доски, ну, для проектора на большом экране можно показывать. Он предлагает 5 разных шаблонов для создания разных игр. Они интересные, они анимированные, необычные. Ну, в общем, можно попробовать, для детской аудитории хорошо заходит. Итак, первое я вам отправила, шаблон называется Кокла. Игра вот таким образом выглядит. Нам нужно рассортировать блоки по разным категориям. Ну, игра на сортировку. Это игра про моря. Нам нужно каждое море отправить в какой-то океан. Для того, чтобы оно туда отправилось, эти блоки двигаются с определенной скоростью. Нам нужно перестроить вот эти 4 несущих балки в нужную сторону мышкой, просто их подвинуть, чтобы блок упал именно в то море, в какое он должен упасть. Делается это все очень просто. Конструктор сделали уже за нас. Нам остается только придумать название блоков и категории. Вот выглядит так конструктор. В категории 4 штуки. Может быть максимально, может быть меньше. Называем каждую категорию. Это то, что будет внизу отображаться. Желательно здесь не очень длинное название, иначе оно все не поместится. Ну, вот три слова влезло, так что нормально, три слова помещается. Дальше. А дальше слова на блоках. Ну, в данном случае, допустим, у меня название произведения Тургенева. Дальше. Вторая категория у меня будет, допустим, произведение Достоевского. И я туда тоже несколько блоков добавлю. Сколько блоков будет? Это можно любое количество забить. Главное, каждый блок с новой строки, чтобы сервис понял, что это отдельная часть. Дополнительно здесь можно настроить обратную связь в разделе Сообщения и выбрать скорость движения блока. Если у вас для начинающих игра, то можно помедленнее пустить. Если у вас уже для прожженных игроков, то скорость увеличить можно. Это все в настройках делается. В разделе Прочее. У этой игры есть вторая разновидность, называется Фабрика. Это называется Бамбук, а та называется Фабрика. Там все то же самое, только там металлические трубы надо ворочать, и там такая фабричная обстановочка будет. Вот таким образом работает шаблон Кокла. Другой шаблон, тоже веселенький, называется НЛО. Смысл в чем? Пролетает летающая тарелка, выбрасывает блоки, которые соответствуют какой-то тематике. Нам нужно среди этих блоков найти нужные и ненужные. Ну, в данном случае нужно найти слова с безударной гласной буквой Е. Но, естественно, буква Е здесь пропущена везде. Мы просто мышкой выкидываем за борт все ненужное. Ну, а сервис нам дает понять, если мы что-то нужное выкинули, он нам тут же об этом сообщит. Вот. Ну, и как только мы с этим заданием справились, прилетает летающая тарелка снова, выкидывает новое задание. Количество заданий не ограничено. Здесь все тоже очень просто. Первое задание мы придумываем, оно здесь пишется внизу, а к этому заданию придумываем блоки. Вот. Значит, напротив каждого блока выбираем опцию. Либо удалить, либо оставить. И окей. Все. Задание готово. Переходим к следующему. Конструктор тоже довольно простой. Это конструктор, который при минимальных затратах позволяет сделать что-то необычненькое. И есть еще здесь конструктор, называется он Картофан. Ну, вот слово карта. Для того, чтобы на карте найти определенные загаданные точки. Вот. И соотнести эти точки с названиями. Ну, вот я вам ссылочку дала. Это моя игрушка, мое развлечение. Нам нужно расселить сказочных героев по их резиденциям. Ну, вот, например, Морозка, это у нас на Кольском полуострове, живет в Оленигорске. Туда надо. На север. Там конек-горбунок, это где-то в средней полосе. То есть, вот, мышкой просто тянем название к нужной точке. В конце есть кнопочка «Проверить», и можно вот таким образом с ними поиграть. Ноутбуки должны открываться. На компьютере это 100%. И на ноуте у меня нормально открывались. Не знаю. Может быть, поменять на Google Chrome браузер. Может быть, поэтому не открываются. А попробуйте в сам Е3-нике зайти. Получится. Как это работает? Конечно, нам нужна карта. Да, сервис предлагает два варианта. Есть здесь Яндекс-карта, лучше ее. Мне она больше понравилась. Но есть еще OpenStreetMap. Может быть, она вам больше приглянется. Но мне эта игра, кажется, немножко недоработанная, потому что все карты с подписями. Если я дам задание, например, «Найдите Берингово море», то это задание очень простое, потому что там все подписано. И можно просто на карте найти его методом научного тыка, что называется. Поэтому здесь сейчас разрабатывается экспериментальная карта без надписей и без маркеров. Но сейчас она только для Москвы. Если вы игру про Москву хотите сделать, то, пожалуйста, уже готовая карта есть. А так мне пришлось придумывать название, чтобы там не было подсказок на карте. Ну, а сам конструктор действительно интересный и очень быстро, главное, все работает. По карте щелкаем, открывается вот такой окошечка, мы сюда вписываем надпись. И на карте появляется кружочек. А надпись будет у нас с правой стороны. Нажимаем ОК и переходим к следующей точечке. Ну, и последний шаблон, это вообще очень просто, это анаграммы. Все играли, все знают, что это такое, из буквок сложи слово. Вот, пожалуйста, игрушка сама, как она выглядит. А конструктор вообще вот такой, очень простенький. Нам нужно добавить слово, мы его сюда вставляем. И дальше нажимаем на кнопку «Далее», и сервис нам перепутывает буквы. Вот в таком формате. Если нам это не нравится, мы снова нажимаем на кнопку «Далее», и он перепутывает их по второму разу. Выбираем вариант, который нам нравится. Ну, смотрим. Или посложнее, или чтобы он благозвучно звучал как-нибудь. Из таких слов у нас формируется наша игра. А выглядит она вот так. Нам нужно эти листочки отрывать. Они как отрывные такие календарики. Вернее, листочки в блокнотике. И менять их местами. Можно их вообще складывать где-то чуть далее. Сервис все поймет за нас. Ну, вот такая игрушка анаграмма. Тоже нужен только список слов, и все. Вот.